Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Важно для выводов о состоянии российской армии... Важно то, что в течение... Если первое применение артиллерии, авиации началось, по-моему, в 0 часов 5 минут, 8 августа, то в 3 часа ночи, по данным 2-го ночи Семей, грузинские танки и боевая техника вышли, приготавливали и начали боевые действия по уничтожению города. В течение 3 часов в современных условиях не только могут произойти важнейшие непоправимые события в ходе боевых действий, может начаться и закончится вся война. И в течение этих 3 часов российская авиация была не в состоянии оказать противодействие грузинским штурмовикам или вывести в строю наземную боевую технику. Это следствие тех самых реформ, которые идут в российской армии в течение последних, реформ в кавычках, конечно, в течение последних 20 лет. Российская армия утратила способность воевать ночью и гранить противополучие. Что должна владеть русская армией, российская армия, иметь средства, авиационные средства, противотанки, вертолеты, способные поражать бронированные и другие цели противника ночью. Таким средством относится прежде всего знаменитая, печальная уже, можно сказать, знаменитая, вертолётная система К-50 и К-52, которая, кстати, принята на вооружение около, наверное, уже 12 или 15 лет назад. И до сих пор она принята на вооружение, но на вооружение российской армии нет только ни одной части, даже ни одного подразделения портлотанков или ударных штурмовых отлётов до сих пор нет. Буквально пару лет назад, наверное, или даже год назад, появился так называемый ночной охотик 28М, спустя 10 лет после Чёрной Акулы. Его ждёт, наверное, такая же судьба. Российская армия не смогла отразить агрессию и пресечь агрессию зародушек кардика, политического и военного кардика Грузии. Да, в дальнейшем, на втором этапе, когда началась операция принуждения мира, она началась вода танковых, мотострелковых, наземных частей и подразделений. Но кто бы позволил бы российской армии вести на территорию или вести боевые действия на земле без господства в воздухе? В течение последующих двух-трёх дней российская авиация, в конце концов, нанесла бомба, штурмовые удары по аэродромам и другим важным точкам военной инфраструктуры Грузии. Грузии изрывал господство в воздухе, разгромив уничтоженных пять самолётов противника и несколько вертолётов. А теперь давайте представим, что на институте России вторглась не Грузия с пятью самолётами, а вторглась такая же карликовая Эстония, но за которой стоит господство в воздухе над. Да ни одна бронированная ВОЖ российской армии не выползла бы ни из леса, ни из болота, ни из гор, ни из укрытия. Она была бы уничтожена в течение нескольких минут. Вот что ждёт российской армии, если навстретить противника, обладающего господством воздуха. А мы до сих пор считаем соотношение силы средств на земле отдельно, в воздухе отдельно и на море отдельно. А море вообще? Утопиться можно всё на море от горя, в котором из шестидесяти подводных слов это стало только одна. Из шестидесяти одна, я не оговорился. Поэтому оценивая военную фазу, первые две фазы боевых есть, в южной части Осетии нужно говорить о том, что они показали катастрофическое состояние российских вооруженных сил. Катастрофическое. Российская армия не может воевать с современными, с постами, современными методами, современными формами. Это первый вывод. А что нас ждёт теперь после окончания этих первых двух фаз? Нас ждут специальные действия на начальном этапе по-видимому грузинских, восстановленных грузинских сил, всех спецопераций и других сил специального назначения. Тот, если провести аналогию, то российское военно-политическое руководство решило сварить, к примеру, харчок. Но температура воды длина только до 95 градусов. А вода при 95 градусах не кипит. Харчок не получилось. Вместо харчок получилась неудобоваримая поклёпка, которую можно отдать на седение животным. Грузинским или иным, неважно. В Саркофиле остался цель. Так почему же не получилось сварить харчок? Где же те самые 5 градусов, 5 военных градусов, которые бы позволили успеху, и условно успеху операции по принуждению к миру привести к изменению геополитической обстановки? Не хватило специальной операции по захвату либо уничтожению вот этого так называемого президента Грузии. Уничтожение Саакашири или его пленение должно завершить военную операцию по принуждению к миру. Редактор субтитров А.Семкин